В прошлом Пионерская, теперь эта песня больше ассоциируется с летними детскими лагерями. Всероссийский слёт студенческих отрядов в этом году выявил самых лучших вожатых. Пять команд, ещё больше конкурсных этапов. Нужно доказать, что ты лучший и увести победное знамя к себе. У нас здесь только пять человек, а на самом деле нас очень много ребят ждут в Челябинске, они все нас поддерживают. И мы все вместе готовились. Это не наша заслуга, что мы здесь, а всего отряда. Педагогические отряды – самое масштабное движение студенческих отрядов. Почти 70 тысяч студентов в этом году предпочли своему отдыху отдых детский. Вожатый – популярная профессия, но и ответственность немалая. В последнее время участились случаи неприятные, которые происходят в различных детских лагерях, несчастные случаи, которые случаются. И, конечно, часто ответственность за подобные ситуации лежит на педагоге. Поэтому мы большой упор делаем на подготовку вожатых, стараемся, чтобы это были качественно обученные специалисты. Для этого и проводят подобные конкурсы профмастерства. В одном из этапов нужно написать методическую программу смены. А уже во время соревнований вожатые показывают знания законов и норм поведения с детьми. Организаторы отмечают, что направление студенческих отрядов самое яркое. Я у вас, например, из строительного отряда. Я вижу разницу, что люди и строительных, и как раз-таки вожатых – это очень разные люди. Именно по энергетике, которую они излучают. Педагогические отряды – это совсем другое. Это не проводники, это не строители, это люди, которые умеют все. Бойцы педагогических отрядов назовут тысячу причин, почему становятся вожатыми. Главное, конечно, эмоции. Это студенческая жизнь, которая запоминается на всю жизнь, и которую ты потом будешь передавать, рассказывать своим друзьям, своим коллегам, может быть, даже в другой сфере работы. И, конечно же, потом своим детям и внукам и правнукам. Запомнится и этот всероссийский слет. Лучшим педотрядом стал отряд из Алтайского края. Лучшими по итогам этого года стали Красноярский край и Омская область. А следующий слет состоится уже в Якутске ровно через год. Александра Медведенко, Роман Семенов, Новосибирские новости.